Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепименон. И сегодня мы будем читать 20 главу. Она небольшая, здесь всего 8 стихов. Здесь рассказывается об окончательном разгроме аммонитян и о победе израильтян над филистинскими великанами. И мы читаем с первого стиха ниже. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, ну это как Карамзин писал, княжить в те времена сначала воевать. Так и вот здесь мы тоже видим. Было определенное время, когда выходили на войну. Через год, в то время, когда цари выходят на войну, вывел Иоав, это военачальник Давида, войско и стал разорять землю аммонитян и пришел и осадил Раву. Ну это он напал на тех, которые не покорились Давиду. Давид же оставался в Иерусалиме. Кстати, начальники Давида, они не очень одобряли участие Давида в сражениях, потому что они боялись за царя. И они говорили, вот если разобьют целую армию, ну и что, мы другую соберем. А если царя убьют, тогда как бы мы проиграли. Давид же оставался в Иерусалиме, Иоав завоевал Раву, разрушил ее. Разрушила ее, имеется в виду стены. Если стены города разрушены, то это как бы не город, в понимании древних. И взял Давид венец, царя их с головы его, и в нем оказалось в весу талант золота, и драгоценные камни были на нем, и был он возложен на голову Давида. И добычи очень много вынес из города. Это имеется в виду город Рава. А народ, который был в нем, вывел и умершвлял их пилами, железными молотилками и секирами. А, кстати, прочтение этого текста может быть другое. Не умершвлял, а смирял их пилами, то есть поставил их дровосеками, железными молотилками, то есть сделал их жнецами, и секирами, то есть определил их, опять же, дровосеками, которые рубили лес, потом эти упавшие бревна распиливали пилами. Вот такое прочтение, оно допускается. Есть переводы, где именно так переводится, а не в том смысле, что обязательно это надо понимать, что людей там распиливали, железными молотилками и секирами, изничтожали. Хотя, можно и так понять этот текст. Тут некая такая двойственность. Так поступил Давид со всеми городами Аманитян, и возвратился Давид и весь народ в Иерусалим. Далее говорится о победе израильтян над филистимскими великанами, это с 4 по 8 стих. После того началась война с филистимлянами в Газере. Тогда Савахай Хушатянин поразил Сафа, одного из потомков Рафаимов. Рафаимы – это древние великаны. И они усмирились. И опять была война с филистимлянами. Тогда Илханам, сын Иаира, поразил Лахмия, брата Голиафова. Голиафа был великан, это тоже гефянина, у которого древко-копья было как навой у ткачей. То есть огромная древко, как целый навой, то есть такая палка, которая в движение приводит целый ткацкий стан. Было еще сражение в Гефе. Там был один рослый человек, у которого было по шести пальцев всего 24, то есть на руках и на ногах. И он также был из потомков Рафаимов, великанов. Он подносил Израиля, но Ионафан, сын Шимы, брата Давида, Шимы – это брат Давида, поразил его, то есть племянник Давида поразил этого великана. Это были родившиеся от Рафаимов в Гефе, то есть от великанов, и пали от руки Давида и от руки слуг его. От руки Давида Давид убил Голиафа и от руки слуг его. Имена этих слуг здесь перечисляются, которые уничтожили других Рафаимов, великанов из числа филистеблян. Это окончание этой главы. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...